Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними посхищены будем на облаках встретения Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Первое послание к Веселоникийцам, глава пятая. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает, имеющую во чреве, и не избегнут. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему вещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. И почитать их преимущественно с любовью, заделая их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вверен призывающий вас, который сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев слабзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать ее послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. Глаз мой к Богу, и я буду взывать. Глаз мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не дашь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволеть? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось Слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои. Размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты вилл могущество свое среди народов. Ты избавил мышцую народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя, воды, и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой, рукой Моисея и Аарона. Бытие, глава 45 Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он. И услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле останется еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. И так не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, «Так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой. И все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его. И целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. И приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим вот что сделаете, навьючьте скот ваш хлебом и ступайте в землю ханаанскую. И возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть туг земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сию. Возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших, для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам. Так и сделали сына Израилева. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав, Иосиф, сын твой, жив, и теперь владычествует над всею землей египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. И сказал Израиль, довольна сего для меня. Еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok